Добрый вечер, глубоко уважаемый президиум, коллеги. Тема доклада «Результаты эндоскопического лечения подслизистых новообразований пищевода и кардии». В целом, группа подслизистых новообразований пищевода, она довольно-таки гетерогенна, включает такие доброкачественные образования, как лиомиомы, нейрофибромы, кисты и такие потенциально злокачественные, как гастроинтестинальные и стромальные опухоли. По данным литературы считается, что на каждые 300 эндоскопических исследований определяется одно подслизистые новообразования, одна треть из которых располагается в пищеводе. Золотым стандартом диагностики остаются выполнение гастроскопии, эндоузии и КТ органов грудной клетки или брюшной полости. Традиционными показаниями к удалению являются наличие клинической симптоматики, стремительный рост образования и изъязвление слизистой над образованием. Однако существует ряд нерешенных проблем, таких как отсутствие российской, таких клинических рекомендаций, в связи с чем нет общепринятой тактики лечения пациентов с данной патологией. Отсутствует зачастую гистологически подтвержденный диагноз перед удалением, поскольку проведение тонкоигольных пункций несет риски развития кровотечения, воспаления и как итог формирования фиброза подслизистого слоя, что может усложнить проведение тоннельных методик удаления. И существуют трудности извлечения крупных образований через верхний пищеводный сфинктер. На базе Первого медицинского университета имени Павлова в период с 2015 по 2023 год был прооперирован 121 пациент в рамках диссертационного исследования. Всем пациентам на дооперационном этапе были выполнены гастроскопия, эндоузи и КТ с контрастом при целесообразности. Средние размеры удаленных новообразований составили 25 на 18 мм, максимальные размеры 7 на 6 см. Практически в 85% случаев образования исходили из четвертого эхослоя, что позволяло удалять их методом СТЕР, то есть тоннельной резекции. У 18 пациентов, это около 15% случаев, образования исходили из второго эхослоя, что позволяло удалять их методом диссекции. Во всех случаях было успешно эндоскопическое удаление, рецидивов не было отмечено. По результатам гистологического исследования послеоперационного материала большинство образований оказались лиомиомами. В 9% случаев это гастроинтестинальные стромальные опухоли, которые преимущественно располагались в области кардии. У 17 пациентов, это около 14%, это кистозное образование. У 6 пациентов нейрофибромы. У 5 пациентов опухоли абрикосовом. 3 пациента были с невриномами. И по одному пациенту с плоскоклеточной папилломой и метастазом рака пищевода. При обработке полученного нами материала мы обратили внимание, что при размерах солидных образований более 36 мм возникают сложности с их извлечением через верхний пищеводный сфинктер. Для решения данной проблемы на первом этапе используются нитроглицерин и миорелаксанты для расслабления гладкой мускулатуры. Если это не помогает, то образование фрагментируется, извлекается фрагментами. Фрагментация образования происходила, на нашем опыте, в 9% случаев у 11 пациентов. С какими осложнениями мы сталкивались? Интраоперационные. В 4 случаях это нарушение слизистой оболочки. Однако данное осложнение легко решается путем клипирования дефекта слизистой оболочки. И постоперационное осложнение в 11 случаях, это 9% от общего числа, определяются дивертикулы в зоне операции. Стоит отметить, что в большинстве случаев они протекали бессимптомно, однако в 2 случаях наблюдались признаки дисфагии. И хочется поделиться одним из последних клинических случаев. Это пациент 43 лет с жалобами на нарушение глотания. По данным гастроскопии определяется в средней трети пищевода подслизистое образование протяженностью до 2 см. По данным НДУЗИ образование исходит из 4 эхослоя и является наиболее вероятной лиомиомой. Представлены видеооперации, непосредственно образование. Далее все стандартно. Выполняется инициирующий разрез, максимальное образование, вход в тоннель, формирование тоннеля в подслизистом слое к образованию. Далее образование иссякается от окружающих тканей в третьем пространстве со стороны слизистой оболочки и затем со стороны мышцы. Вот мы как раз видим, как мы начинаем иссякать образование со стороны мышечной оболочки. В какой-то момент происходит сообщение, в данном случае с полостью средостения. Вот завершающие этапы операции. Далее образование извлекается после того, как мы его выделили. В данном случае для извлечения образования мы использовали корзинку Дормия. Не всегда с первого раза получается захватить образование. Вот образование захвачено. И извлекается сначала из тоннеля, затем из просвета пищевода. Следующим этапом выполняется гемостаз в тоннеле. Вот мы видим дефект мышечного слоя, через который есть сообщение с полостью средостения. И в данном случае с целью профилактики формирования дивертикула в зоне операции нами было принято решение о сведении краев мышечного дефекта при помощи эндоклипс. Дефект свелся тремя эндоклипсами. И конечным этапом сводится уже инициирующий разрез на слизистой оболочке. Ну и, собственно, операция заканчивается. На фотографии представлен макропрепарат. Это образование размерами 5 на 3,5 см. Хоть по данным гастроскопии эндозе оно представлялось как 2 см. По результатам гистологии послеоперационного материала образование являлось лиомиомой. Послеоперационный период протекал без особенностей. Таким образом, эндоскопическое лечение подслизистых образований пищевода методом СТЕР или диссекции является эффективным и малотравматичным способом лечения. При крупных размерах солидных образований, на нашем опыте это более 36,4 мм, и при наличии признаков злокачественности по данным КТ, эндозеи, когда образование не рекомендуется фрагментировать по онкологическим принципам, с целью сохранения капсулы образования возможным методом лечения все же остается традиционная таракальная хирургия. Размеры же кистозных образований не влияют на возможность удаления и извлечения образования. Выход в полость средостения, в брюшную полость, не влияет на формирование осложнений в послеоперационном периоде при антибиотикопрофилактике. Формирование дивертикулов в послеоперационном периоде требует дальнейшего изучения и наблюдений. Всем спасибо за внимание. Продолжение следует...